Насколько я понимаю, вы собрались в Сербию? К сожалению. К великому сожалению, господин посол. Но служба есть служба, я это все прекрасно понимаю, но очень надеюсь и просто по-дружески хочу вас попросить, чтобы вы передали президенту, чтобы следующий посол после вас был такой же, как вы. Если будет лучше, мы не против. Большое спасибо. Поэтому у нас все больше и больше появляется среди послов настоящих друзей. Вы, наверное, знаете о поступке посла из Словакии. Это действительно достойный был поступок. Мне, честно говоря, не совсем понятна позиция официального словацкого руководства, которое якобы осудило этот поступок. Более того, отправили или еще не отправили в отставку, рассматривают вопрос. Но это вообще международный скандал. Он вырос в семье патриота. Отец боролся с нацизмом, партизаном, насколько я знаю, был. Он выступал, говорил это откровенно. Ну как можно этому человеку предъявлять претензии? И за такие вещи наказывать человека – это вообще неприемлемо. Ну это то самое, что сербский бы посол пришел на подобное мероприятие, а его наказали. Ну мы же свои люди, как так может быть? Мы же воевали вместе против нацизма. Мы и сегодня категорически против этого. Поэтому мы так трепетно подходим к назначению и приветствуем назначенных послов в Беларуси. И хотели бы, конечно, чтобы они были настоящими друзьями. Мы понимаем, что любой посол будет блюсти интересы своей страны. Но, во-вторых, посол должен склеивать отношения своей страны с Беларуси, допустим, если ты служишь в Беларуси. Но такие вещи просто недопустимы. Поэтому, еще раз подчеркиваю, мы очень заинтересованы, чтобы с братской нашей Сербии у нас были добрые отношения. И посол соответствовал этим отношениям. Поэтому вот я вас так и прошу, чтобы вы передали моему другу президенту Сербии, чтобы он подумал над тем, как найти человека, который будет таким послом, как вы.